АПЛОДИСМЕНТЫ Все-таки я хочу еще раз сказать, может быть, у кого-то нам накопилось. Если видно, сколько надоело, то что... А можно вас спросить? Да. А что вы пишете? Какую музыку вы не передаете в жалописи? Концерты для фортепиано, песни про гитару. Это будет еще, что вы говорите? Сегодня будут импровизации на сцене зрителей. Ну, давайте на Мельбассейнку забудем. Да, забудем. Чего? Мельбассейнку, Мельбассейнку снова хотела сказать. Я только накопилась. А мы же сидим. Я сидим. Потому что я вам сказала, что если у вас свой замысел режиссерский, так это одно акцию, как я выбрал. Тем более я же не готовилась. Понимаете? У меня все экстром. Ну что же я говорю? Одно, а замысел на другой, что ли? Ну, понятно. Ну, в данном случае, ну что можно сказать на такой выставке. Вот я, к сожалению, только второй раз на выставке июня. первый раз меня поразило, потрясло. Я несколько дней ходила вся сама не своя. И сейчас, когда я шла, я думала, но дело все в том, что был летний период. Это был Тургенец. А? Это был Тургенец. А? Это был Тургенец. А Эрита. А? А Эрита. Это была А Эрита. А Эрита. Будет осенью, будет Косоговский. Но, к сожалению, я не смогла подготовиться так. И, ну, у всех свое. Но я просто скажу то, что вот я чувствую, и сейчас я еще все не увидела, но уже вошла, вот я вся в мурашах стою. Понимаете? Потому что вот душа вот просто вот рвется. Почему? Ну, мы не всегда можем это объяснить словами. Понимаете, вот если есть вот это чувство, вот оно обязательно прорывается в отношениях к человеку. И вот в тех самых, ну, флюидах, физик у нас там сидит, вот этих волнах, многочисленных, которых мы не знаем. Но я не буду, конечно, пытаться объяснить, тем более при физике, я думаю, сейчас начнет ругать, хотя я имею одно из высших тоже образований. Филическое, так же, лово. Да. Я революционный институт кончала еще. И еще ко всему прочему, да. Ну, так вот. Что я хотела сказать вот по поводу талантов человека. Понимаете? Юрий сказал, что, ну, вот кто-то там говорит, что какой там художник, если он поэт, или какой он поэт, если он художник. Да нет, если мы берем великих, они все обладали многочисленными талантами. Кто-то гениальный, свой талант был не просто талантлив, а гениален. Об этом мы узнаем, к сожалению, после уже, так сказать, смерти. Значит, если нам удается при жизни столкнуться с явлением, а в данном случае я считаю, ну, я опять говорю, я не специалист абсолютно. В этом. Ну, слава Богу. Да, слава Богу. Нет. Значит, ну, я считаю, мне, мне кажется, что будет продолжение большое, так сказать, вот не только в творчестве нынешнему, но и дальше. Во всем, потому что я, говорит, человек талантлив во всем. И так как я не могу прочесть, ну, своих стихов у меня нет, и я не могу прочесть в данном случае Лермонтова, потому что я бы читала только школьные стихи, понимаете, да, сейчас я не готова. А так как вот вы родились, простите, 13-го, я бы сказала, или 14-го, а декабря? 17-го декабря. А, декабря. Ну, не важно в этом плане, что я хотела сказать. Просто тут говорили о том, что октябрь и сентябрь очень богаты великими именами. И в данном случае вот я бы хотела, если позволите, да, вот просто на тему таланта и стремления писать стихи, музыку, картины. То есть вот эта Марина Цветаева, я к ней возвращаюсь, понимаете, потому что скоро ее день рождения, и она у меня вся, так сказать, во мне. Поэтому позволите, да, я прочту ее стихотворение, но оно несколько, вы поймете. Да, кстати, перед тем, что я его прочту, вот вы дали сейчас лично для меня посылу, тайну Лермонтова. Если мне Господь Бог даст еще пожить, понимаете, да, то я непременно до чего-нибудь докопаюсь, потому что мне кажется, что у Цветаевой я столько раскрыла, понимаете, как никто. вот это мое такое нескромное мнение, понимаете, да, потому что я туда очень глубоко вошла. Так вот, люблю ли вас? Задумалась. Глаза большие, сбелась. Трава в лесу, рука в кудрях запуталась упрямая. Любовь здоровая. Начал сдала, назад взяла. Знак равенства между Люблю и Бог здоровым. Страсть Вот страсть Перу и Кисти Вдруг Розовая Роща В дом Есть Запахи Как Заповедь Вот В данном случае Когда Ию Салину спросили Вы пишете она журналистка понимаете, да Ну Актиса знаете Пишите ли вы Она говорит Нет Рука не тянется к Перу И Перу не тянется к Руке Ну на мой взгляд значит там чего-то не хватало Вот я от всего сердца желаю чтобы у вас всегда и рука и мозг и бумага и все вот те самые волны и мысли которые вот вот нас окружают чтобы они притягивались и чтобы они давали вам стимул и желание и писать и музыку сочинять и стихи сочинять спасибо большое я должен сказать что каждый человек на свете пишет стихи но он не знает про это это когда мужчина целуется женщиной у нас же в голове черное что происходит это вихрь поэзии подозреваю что то же самое женщине происходит поэтому все пишут стихи но не все их записывают поэтому иначе вот на кой черном вот на поэзии черного интересовали эти охуджавые Пушкина если бы если бы это было не так как я сказал мы все не можем отодрать себя от поэзии не можем вот и я хотел прочитать еще одну вещь как она называется может быть не стоит хочу что посадят что веру компания стоит стоит нет она ведь не стоит консультант не стоит когда-то я сочнил много песен на слова Беранже почему я сочнил на слова Беранже я бы не был уверен что я смогу сочинить свои слова поэтому я защитился стиха Беранже вот а это будет все время упозять а когда я написал картины Клермонтову то я подумал что это на слова какого-то французского поэта я сочинил стихи а на слова русского поэта которыми я так долго занимался живкость почему бы не написать несколько песен вот я написал несколько песен на слова Лермонтова ну как раз на стихи на те стихи которые ты да некоторые некоторые по-моему все нет ну как это ко всем но кроме демона и цири да есть пророчества есть в Шотландии есть и вот это есть кубок с ядом и вот там есть да отворюк но кроме цири и демона Настанет год России черный год когда царю корона упадет забудет черный к неближней любовь и пища многих будет смерть и кровь когда детей когда невинных жен не звер гонты не защитит закон когда чума от смрабных мертвых тел начнет бродить среди печальных сел чтобы платком из хижина вызывать и станет еще шаг и станет глад все бедные где-то потерял строку и станет глад все бедные край терзать и зарево окрасит волн рек в тот день явится мощный человек и ты его узнаешь и поймешь зачем в руке его булатный нож и горе для тебя твой плач твой стон ему тогда покажется смешон и будет все ужасно мрачно в нем как плащ его с возвышенным пчелом вот так еле-еле справился гитара как низко настроен я еле пою зачем я ни птица ни ворос твой пролетевший пролетевший сейчас надо мной зачем не могу в небесах я парить и одну ли в свободу любить на запад на запад помчался бы я где цветут моих предков предков поля нет так низко что петь это невозможно гитару я перестраивать не буду на запад на запад промчался бы я где цветут моих предков поля где в замке пустом на туманных горах их забвенный покор прах на древней стене их наследственный щит и заржавленный меч их весит я стал бы летать над мечом и щитом и смахну бы я пыль с них крылом и арфы шотландской струну бы задел и по свободам бы звук полетел внимаем одним и одним пробужден как раздался так смол кнул бы он но тщетны мечты бесполезны мольбы против строгих законов судьбы меж мной хамами отчизны моей расстилаются волны морей последний потомок отважных бойцов увидает средь чуждых снегов я здесь был рожден но неизбежной душой о зачем я не вором степной душа моя мрачна скорей певет скорей вот арфа золотая ну все тут невозможно так что прочтем и твои промчавшиеся по ней пробудят в струнах звуки рая и если не навек надежды рук унес они в груди моей проснутся и если есть в очах застывших капли слез они растают и прольются пусть будет песня твоя дико как мой венец мне тягосты веселья звуки я говорю тебе я слез хочу певец или разорвется грудь от муки страдания не было упит она она тонилась долго и безмолвно и грозный час настал теперь она полна как кубок смерти я до пол ну ну что где мы еще побыть спеть в пол миров бежал в долине дагестана свинцом груди лежал недвижим я глубокая еще дымилась рана пока при кровь точилась моя глубокая еще дымилась рана пока при кровь точилась моя лежал один я на песке долины свинцом груди лежал недвижим я и солнце жгло нет человек я все перепутал где что я по этим спел лежал один я на песке долины уступы скал теснились округом и солнце жгло их желтые вершины и жгло меня над сполня мертвым сном и солнце жгло их желтые вершины и жгло меня но спал я мертвым сном и снился мне сияющий огнями вечерний пир в родимой стороне меж юных жен увенчанных цветами шел разговор веселый обо мне Мишеный джон, увенчанных цветами, Шел разговор веселый обо мне. Но в разговор веселый не вступая, Сидела там затрубчива одна. И в грустный сон душа ее молодая, Бог знает, чем была погружена. И в грустный сон душа ее молодая, Бог знает, чем была погружена. И стынилась ей долина Дагестана, Знакомый труп лежал в долине той. В его груди, денясь, чернила рана, И кровь лилась холодящей струней. В его груди еще денясь, чернила рана, И кровь лилась холодящей струней. Отворите мне темницу, Дайте мне сиянье дня. Черноглазую певицу, Черногриловая коня. Дайте раз по синюю полю Проскакать на том коне. Дайте раз на жизнь и волю, Как на чуждую лагедолю Посмотреть поближе мне. Я, дайте мне челнок, Какой? Парус серый косматый Познакомленный с грозой. Я тогда пущусь в море, Беззаботен и один. Разгуляюсь на просторе, И потешусь в гуйном споре, С дикой прихотью пучинь. Дайте мне дворец высокий, И кругом зеленый сад, Чтоб в тени его Широкой взял янтарный виноград, Чтоб фонтан не умолканя В зале мраморном журчал, И меня в мечтаниях орая Хладной пылью орожая Усыплял и пробуждал. И последняя песня. Вот эта вот картина в середине висит, С левом цыль, а рядом это непонятно. Называется «Мой дом». Мой дом бездельный, Где есть небесный свод. Нет, петь невозможно, не искать. Мы прочтем. Где есть небесный свод, Где только слышны звуки песен, В чём есть искры жизни, В нём живёт досал. И для поэта он не тесен. До самых звёзд Кругли достигает И от одной стены к другой Далёкий путь, Который измеряет Жилец невзором, но душой. Есть чувство правды в сердце человека, Святое в вечности зерно. Пространство без границ, Течение века объемит в краткий ник оно. И всем могущим мой прекрасный дом Для чувства этого построен. И осуждён страдать долго в нём, И в нём лишь буду я спокоен. АПЛОДИСМЕНТЫ